Вы на канале «Английский структурный метод изучения». Урок 50. Структура составления четырёх типов вопросов. Для глагола can – в простом настоящем времени. Present simple tense – настоящее простое время. Это факт в настоящем. Всё, что мы говорим в английском, мы говорим с точки зрения факта, процесса, результата в настоящем, прошедшем и будущем. Present simple tense – настоящее простое время. Его иногда называют present indefinite tense – настоящее непределённое время. Когда его используют? Для обычных, регулярно повторяющихся действий, а также для общеизвестных истин, для каких-то последовательных событий, действий, которые происходят в настоящем времени. Рассмотрим составление вопросов в этом времени, настоящем, простом, для глагола can – мочь, уметь. You can buy books from the shop on the corner of the street. Ты можешь купить книги в магазине на углу улицы. I can read. Я умею читать. Итак, наше предложение для составления четырёх типов вопроса. Барбара может купить книжки в магазине на углу улицы. Есть такое правило. Если в предложении есть глагол can, для составления общего вопроса, мы can ставим на первое место и переписываем или пересказываем всё предложение за ним по порядку, как оно было. Can Barbara buy books from the shop on the corner of the street? Можем Барбара купить книги? Второй вопрос. Этот тип вопроса называется специальный. Мы используем специальные слова. Кто, какой, какая, почему. Кто может купить книги? Кто может купить книги? Прослушайте следующее предложение, которое тоже относится ко второму типу вопросительных предложений и называется специальный вопрос. Кто может купить книги? Как вы думаете, как оно переводится? Оно очень похоже на предложение Who can buy books? Кто может купить книги? Но оно звучит Who can Barbara buy books? Прорывается слово Барбара. Оно переводится Кому может Барбара купить книги? Это слово whom. Но сейчас буква М конечная не произносится и не пишется. Но мы можем легко узнать, что это не кто, а кому. Потому что, если мы скажем, кто может Барбара купить книгу, это будет нам непонятно. А поэтому очень легкий перевод. Whom. Кому может Барбара купить книгу? Где Барбара может купить книги? Где Барбара может купить книги? Что может купить Барбара? Третий тип вопроса всегда начинается так, как первый. Этот тип вопроса называется альтернативный, потому что здесь есть выбор. Барбара или Александр покупает книги? Покупает она книги или платье? Она покупает или гуляет? И тому подобное. Но начинаются такие предложения точно так, как первое предложение вопросительное. Мы смотрим. Кен Барбара. И начинаем точно так же спрашивать. Может Барбара купить книжки или платье в магазине на углу улицы? Кен Барбара. Бай букс. О. Джрайсис. Фом. Дэщоп. Дэк. 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 Мы что-то утверждаем, а потом спрашиваем. Не так ли? Правда? Это правда? Это так? Для этого нам надо внимательно посмотреть на подлежащее. Здесь Бабара. И заменить его местоимением. Бабара значит она. She. Потом посмотреть, есть ли отрицание нот. Отрицания нот нет у нас. В предложении, к которому мы составляем вопрос. Значит, оно будет после запятой. И cannot, отрицание для can, сокращается can't. После запятой мы делаем сокращение. И получается, так звучит у нас предложение. Барбара может купить книги в магазине на углу улицы. Не правда ли? Это так? Правда? Барбара can buy books from the shop on the corner of the street. Can't she? Итак, мы можем сделать вывод, как составлять общие вопросы. Они general questions. Они еще называются yes, no questions. Да, нет вопросов. Почему? Потому что отвечая на такой вопрос, мы отвечаем да или нет. И ничего другого. А правило звучит так. Если в предложении есть слова can, could, must, ought, may, might, should, would, am, is, are, was, where, will, shall, have, has. То для составления общего вопроса, yes, no question, да нет вопросов, мы ставим эти слова на первое место. А если этих слов нет предложение, мы используем слово do, does для настоящего времени, did для прошедшего времени, чтобы составить общие вопросы. Как перевести эти слова? Can't. Можно. Настоящее время. Мочь уметь что-то сделать. Could. Прошедшее время. Мог, умел что-то сделать. Must. Должен. Must не имеет прошедшего времени. Must мы заменяем словом have to, has to в настоящем и в прошедшем had to. Когда в предложении есть слова have, has, had, после которых идёт частица to и глагол, эти слова переводятся как должен. Например, I have to go. Я должна идти. I had to read this text. Мне пришлось прочитать этот текст. Дальше перевод слов, которые ставим на первое место для составления общего вопроса. От. Должен был. Должен был бы. Следовало бы. Должен быть. Должен сделать что-либо. May. Когда мы спрашиваем разрешение, можно ли что-то сделать, или может быть might, прошедшее от may, но может употребляться в настоящем как сомнение в том, что что-то может случиться и переводится. Может быть, возможно, а также служит для вежливой просьбы. Should следует. Should следует. Would. По-разному переводится. Например, фраза. Он сказал, он прочитает. He said he would read. И здесь would показывает будущее время с точки зрения прошедшего. Would read. Прочитает. I would like to read this book. А в этом предложении would переводится «Я хотела бы прочитать эту книгу». Am, is, are – это глагол to be в настоящем времени. Was, where. Was – был. Была. Where – были. Will – shall. Слова, которые не переводятся, а показывают, что это будущее время. Have – has – иметь. Так вот, когда эти слова есть в предложении с точкой для составления общего вопроса, мы ставим их на первое место. Я думаю, мое объяснение было очень понятным. Вы были на канале «Английский структурный метод изучения». Всего доброго! Все доброго! Продолжение следует...